МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 31 мая. В студии работает Андрей Теннета. Коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители дипломатических миссий и глава области Ерлан Кушанов посетили мемориал жертв политических репрессий в Спаске. В этот день вспоминают людей, невинно погибших в годы сталинских репрессий, голода и депортации. В Казахстане зарегистрировано свыше 60 случаев менингококовой инфекции. Карагандинские врачи призывают жителей области соблюдать правила личной гигиены, не посещать массовые места, а при первых симптомах обращаться к врачам. Шесть заключенных учреждения 159-18 в ближайшее время выйдут на свободу в связи со смягчением наказания. В Карагандинской области продолжается практика открытых выездных судебных заседаний. А теперь подробнее об этих и других событиях. Представители дипломатических миссий и глава области Ерлан Кушанов посетили мемориал жертв политических репрессий в Спаске. В Казахстане каждый год 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день вспоминают людей, невинно погибших в годы сталинских репрессий, голода и депортаций. Борис Макаров знает о Карлаговских временах не понаслышке. Его отец был дважды объявлен врагом народа и заключен в Карлаг на 15 лет. Борис Макаров не отрицает, что дни сурового прошлого наложили свой отпечаток на его жизнь. Конечно, отразилось на той же самой психике. Я видел этих же людей. Я украинцы, грузины, работали при Балтиице. Сегодня Спасский мемориальный комплекс пополнился еще двумя памятными знаками. Их установили в память о биранских и чешских узниках. На митинге-реквиеме выступил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Он отметил, что 31 мая – это общий для многих народов день, в который следует вспоминать о невинных жертвах политического террора. Этот день – наша общая память о самых черных страницах в истории нашей страны. Эпоха репрессий ломала судьбы не просто отдельно взятых людей, но и целых народов. Весь цвет казахской нации был уничтожен всего за две недели. За четыре недели насильно выселяли и отправляли в Казахстан целые народы. Глава государства сказал, что память о миллионах людей, попавших в жирнова тоталитарной системой и невинно осужденных, погибших в гулаговских застенках и безжалостно изгонанных с родной земли, для нас, граждан независимого Казахстана, всегда была и будет священа. Каждый из памятных знаков имеет свои особенности. К примеру, в чешском памятном знаке изображено символическое дерево – липа, как образ надежды и веры. Автором является чешская скульптор Дагмар Шубертова. Посол Чехии в Казахстане Элишка Жигова подчеркнула, что о прошлом, пусть и омраченном трагическими событиями, следует помнить, чтобы не совершать ошибки предков вновь. Знаете, я думаю, что нам очень важно воспоминать всю историю и все эти жуткие моменты, которые были в истории общечеловеческой. И здесь важный момент, что вот жертвы ГУЛАГа, чтобы не остались, чтобы не были, чтобы не остались забытые. Поэтому, я думаю, что очень важно вот эти потерянные жизни воспоминать, чтобы они вообще нам помогали никогда не допустить таких моментов уже в истории нашей. Каждый год 31 мая в Спаск стекаются тысячи людей из Азербайджана, Румынии, Ирана, России и многих других стран, чтобы почтить память павших жертвами репрессий и жестокого режима. В настоящее время в мемориальном комплексе установлено более 20 памятных знаков. Жизнь не прожить без черных дней, но в час беды и в час бессилия вы не кляните матерей за то, что вас они родили. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. А в Караганде состоялся митинг-реквием. С 1997 года указом президента страны ежегодно 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий. В митинге приняли участие Аким Караганды Нурлана Убакиров, ветераны войны и труда, представители духовенства и молодежи города. Республика Казахстан, одной из первых стран бывшего Советского Союза, восстановила историческую справедливость в отношении людей, безвинно пострадавших в годы тоталитаризма. Выступая на митинге-реквиеме, Аким Караганды Нурлан Убакиров отметил, что сегодня Казахстан строит процветающее государство, сохраняя при этом исторический опыт. Это День памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима представителей интеллигенции, их жен, их детей. Исторически сложилось, что Казахстану в 30-е годы прошлого столетия, помимо пережитого вместе со всей страной страшного и тяжелого периода голодных лет и политических репрессий, выпала печальная участь стать особым местом в системе политического террора. На территории Казахстана находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАК – Алжир, Степлак, Карлак. 84-летний житель Караганды Марак Тажетдинов заявляет, что это мероприятие прежде всего предназначено для молодежи. Они должны знать историю своего государства, какой бы она ни была. Его семью также не обошла стороной волна страшных репрессий. Шайхи Тажетдинов, он был управляющим Сбасского завода при англичанах. Англичане использовали его знания в свое время. Его забрали, раз ты англичан работал, значит ты не наш. И он там в 47-м году умер. Историю своей семьи рассказала и учитель Абайской школы, потомок репрессированных литовцев Вида Грейчуты. Здесь он встретил свою главную любовь всей своей жизни. Это мою бабушку, которую создал семью. До конца своих дней он говорил о том, что мир – это самая главная ценность. И задача нас, молодых, сберечь этот мир, приумножить все главные мировые ценности. По предварительным данным, в годы политических репрессий по необоснованным обвинениям в области были осуждены более трех миллионов человек. Расстрелянных и скончавшихся от мучений – около 800 тысяч. Жестоким репрессиям подвергались целые народы. В разные годы в Казахстан были депортированы сотни тысяч немцев, поляков, корейцев и представителей других национальностей. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Казахстане зарегистрировано уже 62 случая менингококовой инфекции, 8 из которых закончились летальным исходом. Большинство фактов приходится на Алматы, по четыре – на Восточно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую области и Астану. Смертельно опасное заболевание выявили и в Караганде. Как сообщает Департамент общественного здоровья, зарегистрирован один случай менингококовой инфекции у неработающей женщины. Она выписана в удовлетворительном состоянии, но медицинское наблюдение за ней все равно продолжается. Карагандинская область на сегодняшний день считается благополучной по менингококовой инфекции. Однако это пока учитывая большую миграцию населения. Сегодня в регионе принимаются меры по недопущению распространения заболеваний. В частности, закуплена специальная вакцина производства Бельгии. В настоящее время определены 4 региона, где может проводиться вакцинация среди населения на платной основе. Это Караганда, Балхаш, Жасказган, Сатпайф и Тимиртау. Вакцина платная. Ее стоимость порядка 26 тысяч тенге. В Минздраве отмещают, что обязательная вакцина от менингита не предусмотрена. Она станет обязательно, если охват инфекции достигнет двух случаев на 100 человек. Вместе с тем медики заявляют, что избежать заражения можно. Необходимо соблюдать правила личной гигиены, носить маски в общественных местах, вовремя посещать врача. Поэтому при появлении головной боли, высокой температуры, мышечных болях, суставных, то есть ломоты во всем теле, рвоты, которые не приносят облегчения больному, высокой температуры, как я сказала, немедленно обращались к врачу, к скорой помощи. Потому что скорая помощь для того, чтобы исключить такое грозное заболевание, как менингококковую инфекцию, менингит, они обязательно привезут в стационар. И уже в стационаре, в приемном покое врач постарается разобраться. Еще одним способом себя обезопасить станет отказ от посещения общественных мероприятий. К примеру, в Алматы на две недели приостановили проведение спортивных соревнований и культурных мероприятий. Медики советуют ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно бассейны. Гульнур Жакен, Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Карагандинской области продолжается практика открытых выездных судебных заседаний, которые проводятся по инициативе областной прокуратуры. 30 мая в учреждении АК-159-18 под председательством главы Абайского районного суда рассматривались 8 ходатайств осужденных, из которых 6 удовлетворены. Заветное слово «удовлетворить» из уст судьи услышали 6 заключенных учреждений АК-159-18. Смягчение наказания они заслужили своим поведением. Среди тех, кто скоро окажется на свободе, Юсиф Аббасов. Осужденный соблюдал все требования для смягчения наказания. В заключении он провел более половины положенного срока. Юсиф заявляет, что намерен вернуться к нормальной жизни законопослушного гражданина. Выездные открытые судебные заседания по инициативе прокуратуры Карагандинской области начали проводить в прошлом году. Практика показала, что в таком формате осужденные своими глазами видят, как проходит рассмотрение дела. Положительное решение об условно-досрочном освобождении или ином смягчении наказания получает тот, кто действительно это заслуживает. Если мы материалы дела изучаем, мы видим, что он заслуживает, раскаивает совершенное преступление, принимает меры по погашению ущерба, не нарушает режим отбывания наказания. Почему бы его не поощрить, почему бы не решить вопрос, чтобы он вернулся в общество путем поддержания социальных связей с близкими, родственниками, с семьями, с детьми, есть возможность вернуться в полноценное общество. Здесь запретов не должно быть. Вот главный итог наших выяснений – открытых процессов. Открытые судебные процессы направлены на обеспечение доступа осужденных к правосудию, прозрачности судебных заседаний, стимулирование к исправлению, а также формированию законопослушного поведения и позитивного отношения к труду. Прокуроры отмечают, что открытые судебные процессы уже способствовали росту поощрения на 17%. В настоящее время в учреждениях области отбывают наказание порядка 5000 осужденных. Подобная практика будет продолжена. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Зарегистрировать автомобиль и заменить водительское удостоверение можно в сельских спецционах. В начале апреля отделение специализированного центра обслуживания населения открыли в Осокаровском районе. Сегодня преимуществами спеццона могут воспользоваться жители Каркаралинского района. Теперь возможность зарегистрировать автомобиль или заменить водительское удостоверение за 10 минут появилась и у жителей Каркаралинского района. Одним из первых доступ к услугам нового цона получил Аян Мержакупов. Он оценил качество и быстроту оказания услуг населению. Я пришел в специализированный ЦОН, чтобы заменить водительское удостоверение. Это не потребовало много времени. Раньше для этого приходилось ехать в областной центр. От имени всего народа я хочу поблагодарить власти за такие удобства. Контроль за качеством оказания государственных услуг осуществляет Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Автоматизация государственных услуг – одно из последних поручений президента Нурсултана Назарбаева. Наша главная задача – это доступность и качество оказания государственных услуг. Все новшества внедряются ради блага простого населения. Мы верим, что подобные шаги укрепят доверие людей государственным органам. Только за последние четыре месяца в Каркаралинском районе было оказано более 18 тысяч государственных услуг. Эта цифра превосходит прошлогодний показатель на несколько тысяч. Аким Каркаралинского района Халил Максутов отмечает, что открытие специализированного цона было продиктовано нуждами и желаниями людей. Сегодня очень радостный день для всех жителей Каркаралинского района. В специализированном цоне услуги будут оказывать качественно и быстро. Я уверен, что жители нашего района по достоинству оценят работу нового цона. Раньше приходилось обращаться в несколько инстанций, тратить драгоценное время. А сейчас все необходимые услуги можно получить за считанные часы. Также чиновники подчеркнули, что открытие специализированного цона позволит уменьшить коррупционные риски, так как при получении необходимых документов водители не будут вступать в прямой контакт с офицерами. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 300 сержантов ДПП получили офицерские погоны. В областном департаменте внутренних дел реализуется реформа, согласно которой сержанты ПП станут офицерами. Приказом министра внутренних дел первые офицерские звания, лейтенанты, младший лейтенант, получили 180 сотрудников полка и 100 сотрудников батальона ДПП УВД Караганды, а также 33 сотрудника Тимиртаусского УВД. Погоны со звездочкой им вручил начальник местной полицейской службы областного ДВД Жалгаспай Жакаев. Офицеры, приказом министра внутренних дел вы впервые получаете офицерское звание. Уже вы вливаетесь в состав младшего начальства участка офицерского, поэтому отследующее поздравляю вас. Напомним, что в сентябре прошлого года на брифинге в комитете административной полиции было заявлено, что сержанты ДПП станут офицерами. Это сделано для того, чтобы повысить качество образовательного уровня сотрудников ДПП, а также поднять их имидж. Офицерские звания получили те, кто прошел переаттестацию. В полиции отмечают, что сержант получает порядка 60 тысяч тенге. Став офицерами, они будут получать свыше 100 тысяч. В комитете административной полиции надеются, что это также позволит снизить уровень коррупции. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Доме Дружбы стартовал двухдневный семинар на тему синхронный перевод на практике. Мероприятие было организовано Управлением по развитию языков в целях повышения квалификации синхронных переводчиков и формирования культуры в области теории перевода. В течение двух дней карагандинцев, трудящихся в различных сферах, обучала лучший переводчик страны, кандидат филологических наук Камал Альпийсова. Ее по праву называют мастером слова. Камал Аблькасымовна известна не только как профессионал синхронного перевода, но и талантливая писательница и журналист. Сегодня она стремится передать свои знания другим. Признанный профессионал своего дела с гордостью заявляет, что 90% переводчиков-синхронистов нашей республики взрастила сама. Камал Альпийсова разработала свою методику преподавания, которая позволяет подготовить хороших специалистов в краткие сроки. Если он хороший письменный переводчик, если у него есть задатки и те качества, которые я перечислила, что богатый словарный запас, его стремление стать переводчиками, служить для того, чтобы наш родной язык применялся в соответствии с государственным статусом, и если у него есть практика перевода письменного, я могу подготовить в течение двух семинаров по пятидневной системе. Пять дней я обучаю, потом пять раз я их вместе с собой беру на конференции, чтобы непосредственно там адаптировался человек. Семинары и курсы Камал Альпийсовой посещают как начинающие, так и более опытные специалисты. Они отмечают, что занятия с Камал Альпийсовой отличаются информативностью и разнообразностью. Многие приходят на курсы повторно, чтобы улучшить свои профессиональные навыки и углубить теоретические знания. Всего обучения на двухдневном курсе прошли 40 человек. Это специалисты по языкам, областных, городских и районных структур, а также переводчики. Стоит отметить, что инициатором проведения курса выступило Управление по развитию языков Карагандинской области. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Каждый год из собственного кармана табачным компаниям казахстанцы отдают 72 миллиарда тенге. Это составляет практически 78% бюджета здравоохранения страны. 31 мая отмечается Всемирный день борьбы с курением. Этому событию Карагандинский центр по формированию здорового образа жизни посвятил специальное мероприятие на площади Дворца культуры Нового Майкудука. Всемирная организация здравоохранения определила 31 мая как день борьбы с табакокурением. По данным представленной организации, ежедневно в мире выкуривается более 15 миллиардов сигарет на душу населения. Состав табачного дыма содержит множество ядовитых опасных веществ, в том числе канцерогенов, которые не только убивают организм курящего, но и с выдыхаемым дымом попадают в атмосферу. Цель этой акции – донести до населения о вреде табакокурения и о пользе здорового образа жизни, то есть пропаганда здорового образа жизни в первую очередь. Борьба с курением в Казахстане идет не первый год и достаточно успешно. Мировой опыт доказывает – самый эффективный метод борьбы с никотиновой зависимостью – это повышение акцизов, следовательно, цен на сигареты. Но и такие яркие мероприятия с участием самодеятельных артистов на уровне подсознания воспитывают отрицательные отношения к табакокурению. Я против категорических. А вы знакомые, которые курят? Да, есть знакомые, но я стараюсь, чтобы они все бросили. Но это плохо вредит здоровью. Сегодняшняя молодежь отлично понимает, что здоровый образ жизни – это не мода и даже не стиль жизни, а возможность прожить отведенные годы активно и без болезней. Акция обмена сигарет на конфеты прошла с пониманием. Сигареты не жалеем. Они вредные. Молодцы, молодцы. Пап, всем не участвуем. С данных сигарет оказалось мало, но не от скупости. Просто курильщиков среди присутствующих практически не было. Этот факт дает надежду, что комплекс мер, направленный на снижение уровня потребления табачных изделий, дает свои результаты. А на сцене проверка легких. Кто быстрее надует шарики последние, лопнет, у того легкие в порядке. Шутка. Но в каждой шутке есть доля истины. На сегодняшнем мероприятии участвуют активная молодежь нашего города, а также медицинские сотрудники и сотрудники Центра здорового образа жизни города Караганды. Всем присутствующим хотелось бы пожелать вести здоровый образ жизни. Борьба с табакокурением имеет вековую историю. Сегодня молодежь выпускает в небо черные шары, как предупреждение всем. Курение – это бич сегодняшнего дня. Каждую секунду в мире от последствий курения умирает человек. Задумайтесь об этом. Негурящий Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандийский. Караганду посетили представители компаний из Италии, Узбекистана, Тайваня, России и Польши, чтобы поделиться практическим опытом в производстве ленточных конвейеров и их комплектующих. Семинар проводился на базе компании «ЦМ Геомаш». Всего в работе семинара приняли участие более 70 специалистов, которым по окончанию вручили сертификаты. Завод конвейерного машиностроения «ЦМ Геомаш» был основан в 1959 году. С тех пор компания сумела войти в число ведущих производителей конвейерного оборудования. Политика компании направлена на обмен опытом с иностранными производителями. В связи с этим и был организован семинар, посвященный решению проблем и обсуждению перспектив развития конвейерного транспорта. Стоит отмечить, что подобные семинары компании «ЦМ Геомаш» проводятся на традиционной основе, чтобы улучшить показатели в своем деле. Директор компании отмечает, что цель данного семинара – обмен опытом. Мы постоянно учимся, перенимаем опыт работы других компаний. И мы обратили внимание на то, что очень низкая информированность на сегодняшний день персонала, обслуживающего, ремонтирующего ленточные конвейера. Все варятся в собственном соку, как то, что называется. И это нас подтолкнуло к тому, чтобы создать вот такую диалоговую площадку, чтобы начать проводить семинары. Докладчиками на семинаре выступили гости из Польши, России, Тайваня и Узбекистана. Свою презентацию представила и компания «Гумилабр» из Италии, где производит лучшее комплектующее оборудование для ленточных конвейеров по всей Европе. Владелец компании Франческо Кортези отметил, что проделал долгий путь в Караганду, чтобы поддержать своих партнеров. Мы приехали, чтобы поддержать наших партнеров, компанию «Цем Геомаш», улучшить их продажи в Казахстане и сделать так, чтобы их потребители были довольны услугами и продукцией. Мы имеем огромный опыт в производстве комплектующего оборудования для ленточных конвейеров. Наша компания была основана в 1961 году. Участники семинара прослушали восемь информативных презентаций и обсудили проблемные вопросы производства ленточных конвейеров. Всего в семинаре приняли участие более 70 человек. Это специалисты крупных промышленных предприятий Казахстана и представители проектных институтов. По окончании участникам вручили сертификаты. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 50 старшеклассников школ Абайского района и города Абай посетили войсковые части регионального командования Астана. Подростки познакомились с бытом военнослужащих, подержали в руках боевое оружие и попробовали солдатской каши. Экскурсия организована в преддверии Дня защиты детей. Такие мероприятия формируют у молодежи уважительное отношение к базовым ценностям казахстанского общества, повышают имидж воинской профессии и службы. С такими словами к старшеклассникам обратился командир войсковой части 35835 подполковник Даулет Байкулаков. Он отметил, что каждый из участников экскурсии – будущий защитник Отечества. Дни открытых дверей организованы по поручению министра обороны страны и утверждены для проведения на постоянной основе. Министр обороны генерал-полковник Сакен Адельханович Жасузаков постоянно говорит об открытости и доступности казахстанской армии. Для школьников личным составом части будет продемонстрирована техника тыла, в частности технические средства приготовления пищи, а также индивидуальные рационы питания для военнослужащих, где они могут попробовать его на вкус. Подобные мероприятия проводятся регулярно. Мы стараемся принимать активное участие во всех проектах, проводимых во штабе военно-патриотической работы. Школьники побывали в расположениях войсковых частей. Они увидели казармы, учебные классы, комнаты отдыха и досуга. Школьников ознакомили с распорядком дня, продемонстрировали образцы стрелкового вооружения, военной формы и современной экипировки. Наибольший интерес у детей вызвал автомат Калашникова, о котором они были давно наслышаны. Им рассказали его технические характеристики и разрешили подержать в руках. Каждый из ребят сфотографировался с оружием на память. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин